Один цвет кожи лучше другого? А разрез глаз? А форма одежды? Странные вопросы в 21 веке, не правда ли? Но оказалось, что и в наше время есть место сегрегации. И эта история из Челябинска тому подтверждение. Десятиклассницу Вику буквально травят из-за того, что она ходит в школу в платке. И не ученики, а учителя. Что? Можно зайду? Я же тебе сказала. Но ты понимаешь, вот мы спустимся с тобой к директору на перемену и решим этот вопрос. Хорошо? Ждешь до звоночка, до инспекции, там будем решать эти проблемы. Почему меня до урока-то не допускаете? Потому что ты не надлежащий вообще. У меня светская школа, ты понимаешь? Ты не понимаешь? Эта история началась в сентябре, когда мама перевела двух дочерей, первокласснику и десятиклассницу, в новую школу. И почти сразу же у директора, а с ее подачи и у педсостава начались претензии к внешнему виду девочек. Меня не оставляют в покое администрация школы. Меня постоянно вызывают на разные совещания. И принуждают снять платок, чего я не могу сделать. Потому что для меня это равносильно тому, что я разденусь до гола. Но они этого не понимают и постоянно на меня давят. Младшую раздели быстро, не разрешили даже шапочку. А вот старшая отказалась подчиняться. И тогда началось то, что иначе, как травлей, назвать нельзя. Отвесить колкость насчет платка? Почему нет? Выгнать с урока? Запросто. Вызвать с родителями к директору? Регулярно. Причем общение педсостава с мамой больше напоминает судилище. Трое на одного. Передайте, передайте. Она не снимет, мы традицию держим. Ей нравится. Зачем нам дома носить? Дома наоборот она не ходит без головного убора. Зачем я дома буду носить? Она лысая? Она лысая? Бывает такое, что у нас не бывает. Лысая? Причем лысая? Нет, не лысая. А если бы была бы лысая? Тогда бы мы разрешили. А, тогда бы разрешили. Я бы сразу предупредила, что я таких детей не беру. Получается, если ты хоть немного, всего лишь платком, отличаешься от других, то ты потенциальный изгой. У меня есть такая мечта была, ну, есть. Я хочу быть учителем. И был день самоуправления. Выбирали детей, которые, ну, старше класса, которые будут преподавать начальным. Я хотела в этом поучаствовать, и мне не дали. Сказали, ты в платке, тебе нельзя. Ну, это было очень обидно. Вместо алгебры и географии ежедневные слезы и попытки не сломаться. Вот во что превратились школьные годы чудесные. К счастью, права девочки взялись защищать лучшие специалисты по этому вопросу. Мы считаем, что действия администрации школы нарушают права граждан, закрепленные в Конституции Российской Федерации. Это право на свободу вероисповедания, право на образование. Кроме того, федеральный закон гарантирует невмешательство государства в воспитании детей родителями. В настоящий момент нами готовятся исковые заявления в суд. К сожалению, подобная история далеко не первая. Мы регулярно делаем похожие сюжеты. Такое ощущение, что в системе образования сломалось что-то важное. Как вы думаете, чему научатся дети, глядя на таких педагогов? Пишите в комментариях.